Dead Space 2, Gran Turismo 5, Sims 3, Portal 2, Killzone 3, Mass Effect 2, а также кого пытали красноглазые хеллгасты и как устроить апокалипсис на дому. Это и многое другое прямо сейчас в программе Virtuality. Вот и отгремела самая главная игровая выставка, американская E3 2010. Около трехсот различных компаний хвастались на ней своими проектами, посетителей развлекали чудики, переодетые в компьютерных героев, а самые жадные до игры геймеры наконец получили доступ к долгожданным хитам. Доходило даже до драки. Видите? Ну, а мы расскажем о самых главных событиях этой выставки. Безусловно, одним из них является пресс-конференция компании Sony, где все желающие могли во очередь наблюдать будущее видеоигр, а именно переход в третье измерение. Такие игры, как Killzone 3, переносили геймеров в 3D, и поиграв несколько минут, даже те, кто плевался от 3D-шного блокбастера Avatar, прибалдели и проникли. 3D-технология в нашей игре — это не показуха какая-нибудь, это полноценный игровой режим, в котором вам будут доступны неведомые ранние ощущения. Кто не верит, можно попробовать Killzone 3 на нашем стенде. От желающих не было отбоев, а всех недовольных тут же около стенда хватали и пытались сами настоящие красноглазые хеллгасты. Еще один 3D-флагман — третий час великолепной гоночной серии MotorStorm поражало воображение геймеров декорациями самого настоящего апокалипсиса. Так случился настоящий апокалипсис. Серия мощных землетрясений. Город шатала так, что дома плясали. Большинство людей каким-то чудом спасались, но те, кто уцелел, радовались недолго. Военные оцепили мегаполис и навели там свои порядки. А тут еще какие-то безумные гонщики понаехали и устроили прямо на руинах свои безбашенные заезды. Да, это действительно нравится всем. На стендах с MotorStorm Apocalypse геймеры открыто ликовали, когда их гоночные машины колбасились на фоне умирающего города. И даже благожданная пятая часть великолепной гоночной серии Gran Turismo тоже перебралась в 3D. К тому же ощущения от трехмерной технологии были усилены специальным гоночным рулем для игры. Но самое главное, наконец-то стала известна дата выхода проекта — 2 ноября. Ликование фанатов по этому поводу не знало границ. С удовольствием представляю вам новое видео самоожидаемой продвинутой гоночной игры Gran Turismo 5. Более 950 автомобилей на любой вкус. Сотни трасс с реалистичной графикой 3D-режим. И все это на одном Blu-ray диске. Да это просто фантастика! Закачайтесь, парни! Но 3D в играх не единственное новшество на выставке. Наконец-то геймерам продемонстрировали новые типы манипуляторов, улавливающих движения, один из которых — контроллер Move для PlayStation 3 — наверняка понравится настоящим геймерам. Дело в том, что Move — это не забава на пару часов для скучающей кампании, отличное дополнение к хорошим играм. Например, скоро появится версия триллера Heavy Rain с полной поддержкой Move. Также Move очень удобен для всевозможных стрелялок. Убедиться в удобстве Move для шутеров можно было прямо на выставке, где все желающие могли попробовать свои силы в игре «Соком 4». Вы можете играть и с обычным джойстиком, и с Move — это гораздо интереснее. А суть игры в том, что в Южной Азии террористы задумали плохое и атаковали мирных граждан. Вы в составе войск специального назначения целым отрядом наводите на этих негодяев ужас и сметение. А тем, кто задумал помахать кулаками перед телевизором, наверняка понравится игра Fight. В ней можно отметелить противника буквально своими руками, предварительно зажав в них контроллера Move. В этой игре вам понадобятся навыки ближнего боя. Знаете, апперкоты, хуки там всякие, удары с локтя. Иначе оппонента не одолеть. Все ваши удары Move переносит в игру и обрушивает на противника. То есть, чем лучше вы деретесь, тем сильнее достается тому парню, кто будет биться против вас. А вот если вы драться совсем не умеете, сначала вам придется туго. Но уже после пары часов вы точно сможете кому-нибудь начистить рыло. Не верите? Можете попробовать сами. И что самое приятное, помахать кулаками, пострелять вместе с Move россияне смогут наравне со всеми остальными геймерами. Запуск этого контроллера произойдет одновременно во всем мире. Все игры, которые здесь представлены, все блокбастеры, которые представлены на выставке, все появятся на российском рынке, все появятся вовремя, все появятся локализованными. Первый как бы выйдет у нас в сентябре Move. Move с большим количеством софта, с большим количеством интересных игр для разной-разной аудитории, для разных-разных игроков. Ну а кроме новой технологии на E3, было необычайно много сиквелов. Количество вторых, третьих, четвертых и даже пятых частей известных игровых серий перевалило за сотню. Например, геймеров поразила великолепная головоломка Portal 2 и продолжение космического ужастика Dead Space. А очередная часть слэшера God of War, выходящая в этот раз исключительно на портативной платформе PSP, в очередной раз заставила нас задуматься о том, что потенциал этого устройства еще далеко не исчерпан. В Гостов Спарте мы расскажем о том, что случилось с Кратосом в промежутке между первой и второй частью God of War. Как обычно, будет много крови, огромные боссы и беззастенчивые красотки. Ну а еще мы сделаем самую красивую игру для PSP, это совершенно точно. Ждите осень и будет круто! Еще одно продолжение. На этот раз платформера LittleBigPlanet совершенно обескураживает. Дело в том, что своей помощью теперь можно самому создавать игры, причем без всякого знания программирования и сложных компьютерных команд. Теперь геймеры смогут не только делать новые уровни, но и состряпать занятную стрелялку или, например, драку. Да может и гонки или головоломку. Все зависит только от вашей фантазии. А если лень придумывай, скачай в сети то, что сделали другие. Кстати, миллионы уровней, что геймеры наваляли для первой игры, тоже подойдут для второй части. А вот супергеройский боевик Infamous 2 показывали за закрытыми дверями, но увиденное до того впечатляло, что многие назвали игру духовным наследником Adventure Uncharted 2. Мы решили продолжить историю о супергерое, который может управлять электричеством, но сделали это на свой лад. По нашей версии, герой в первой части схватил горячих, поумерил пыл и теперь воюет с группой антимутантских неофашистов, отвергающих всех, у кого есть суперспособности. Но главное, чем мы гордимся, это лицевая анимация персонажей, эмоции почти неотличимы от настоящих, человеческих. Геймерам это понравится. Правда, ждать выхода игры в этом году не стоит. Разработчики утверждают, что процесс создания идет полным ходом, так что крепитесь. А вот новая игра из серии Twisted Metal появится, скорее всего, в этом году, и ее анонс произвел на выставке настоящий фурор. Я очень счастлив, что могу наконец-то показать вам то, над чем мы работали последние пару лет. Я очень люблю эту игру, и надеюсь, вам она тоже понравится, ведь у нас есть и крутые боевые тачки, и безумные роботы, и вертолеты, и огромный город, и что самое главное, все это можно взорвать, расстрелять и разрушить. Это только еще начало. Это настоящий драйв. Что ж, на этой мажорной ноте мы заканчиваем первую часть рассказа о самой главной игровой выставке E3. И напоследок вам небольшой сюрприз. Посмотрите на самых симпатичных девушек этой выставки. Далее виртуалити. Как попасть на каторгу и на кого русские напали в Париже? 24 июля в Москве прошла российская презентация самой ожидаемой футбольной игры FIFA 11. Наконец-то стали известны некоторые детали. В частности, теперь виртуальные футболисты будут полностью скопированы с реальных игроков, как внешне, так и по уровню мастерства на поле. Но главное, что должно обрадовать именно российских геймеров, наконец-то наша премьер-лига появилась и в консольных версиях FIFA. Все клубы, все игроки, все матчи теперь можно не просто смотреть, а еще и активно участвовать в российском футбольном первенстве. Компьютерщикам же чемпионат России не в диковинку. Подобная возможность появилась у них еще год назад. Однако и их тоже нашли чем удивить. На презентации представили обновленный графический движок PC-версии. От консольной он практически неотличим. Ну а про то, что управлять своими футболистами в компьютерной версии можно также и мышкой, не слышал только глухой. Также было объявлено, что лицом российского издания FIFA 11 стал Сережа Сима, капитан команды Рубин, чемпион России прошлого года и один из лидеров нашей футбольной сборной. Выход новой FIFA запланирован на начало октября, так что не стоит далеко прятать свои вувузелы, шарфы и флаги. И, как говорится, вперед, Россия! В конце июня на ролевиков обрушилось дополнение Overload для космического РПГ Mass Effect 2. Это рассказ об искусственном сверхразуме, который заправлял на одной научной станции Цербера. А все началось с того, что хитрые ученые задумались крестить разумных роботов-геттов и живых людей. В результате этого киберфорно-опыта на свет появился Супермозг В.И. Оверлод. И сразу захотел править. А разбираться с этим процессором-переростком придется командору Шепарду и его боевой команде. В общем, геймеры порадуются пяти новым веселеньким миссиям для любимой игры. Но гораздо больше повезло фанатам Dragon Age Origins, которые в середине лета получили дополнение «Песнь Лилианы». Да-да, речь идет о той самой Лилиане, которая была верным соратником или страстным любовником главного героя оригинальной игры. А иногда и тем, и другим. В дополнение же Лилиана сама станет главным действующим лицом. И мы узнаем, чем она занималась до начала событий Dragon Age. Вместе со своей наставницей-блавницей Маржолын Лилиана завалит немало разных чуриков. Ну, в смысле, из лука завалит. А не так, как вы могли подумать. Хотя и так тоже она может. В общем, всем любителям ролевых игр и воинственных девушек песни Лилианы точно понравится. А, кстати, она же еще и поет. 7 сентября на всех игровых платформах появится новый боевик о похождениях Человека-паука Spider-Man Shattered Dimensions. Фишка игры в том, что в ней вы сможете управлять не одним, а четырьмя Человека-пауками. Причем у каждого будет своя вселенная, персональный суперзлодей и модный прикид. Но самое главное, что и игра за разных героев будет отличаться. Например, классический красный-синий Человек-паук летает на своей паутине, открыто дерется с врагами. А черно-белый Spider-Man в нуар-версии больше тяготеет к стелс-миссиям, но в стиле Бэтмена или Сэма Фишера. Человек-паук из будущего летает среди парящих в воздухе машины, тащится от всяческих футуристических штуковин. А вот про четвертого человечка я вам пока ничего не скажу. Остается добавить, что в игре будет и зеленый гоблин, и молотоголовый, и даже охотник Крейвен. Как, вы не знаете, кто это такие? А они вас уже знают и очень-очень. Мы просто очень хотят надавать вам по... 7 сентября. А если вы любите подраться, особенно виртуально, то наверняка слышали о киберспортивных турнирах, где выясняют отношения лучшие виртуальные войны планеты. Как раз одно из таких состязаний недавно завершилось в Париже. Ах, Франция, столица мировой моды, колыбель искусства, родина парфюма, мета-киберспорта. Да-да, ты не ослышался. Все, кто по-взрослому увлечен компьютерными развлечениями, спят и видят, чтобы попасть сюда хотя бы в качестве зрителя. А уж самому участвовать во всем этом просто мечта. Здесь никого не интересует, как ты выглядишь в зеркале. Здесь всем пофиг на твой объем бицепса или груди. Главное, чтобы ты хорошо играл. Мы приглашаем вас на Кубок мира по электронному спорту. Electronic Sports World Cup. ESWC. Это легендарный чемпионат, который имеет уже 7-летнюю историю. С 2003 года Франция ежегодно проводит мировой кубок по киберспорту. На этот раз геймеров более чем из 40 стран мира собрали в знаменитом парижском Диснейлендинг. Около 500 участников соревновались неделю в 9 играх. Counter-Strike, Warcraft, Quake, Need for Speed, Dota и другие известные, а также родные каждому геймеру игры. А если ты до сих пор думаешь, что это все так, баловство, скажем, что общий призовой фонд этого чемпионата составил более 200 тысяч долларов. Профессиональный уровень – это самый верх. То есть, неважно какая карта, неважно какое оружие, ты должен показывать свой максимум. Россия – постоянный участник чемпионата по киберспорту. И на наших улицах случался праздник и триумф, когда российские геймеры удостаивались золотых медалей. В этот раз команды порадовали вторым местом в игре Дота, при этом забрав с собой чек на приятную кругленькую сумму. Все-таки лето – это самая лучшая пора в году. Можно посидеть, расслабиться, даже если ты не под солнцем, а внутри одной большой игровой арены. Это очень круто, потому что рядом ходят девчонки, они играют в игры, что еще нужно нормальному пацану. Париж, Париж. Но где же еще встретишь столько очаровательных девушек, которые плевать хотели на последние тренды и модные бренды? Им подавай АК-47 и боевую гранату. Соревнования по женскому Counter-Strike – это действительно завораживающие действия. Но об этом лучше рассказать отдельно, как-нибудь в другой раз. А пока победители считают денежки, проигравшие готовятся к следующим кибер-турнирам. Ну а мы просто пошатаемся по Диснейленду. А теперь мы приглашаем вас в компанию трех геймеров, которые получили от нас три игры и готовы поделиться своими впечатлениями от них. Но для начала знакомьтесь. Игорь Белкин, выпускающий редактор портала Lenta.ru, играет с 1996 года. Любимая игра – Unreal. В играх больше всего ценят смерть и разрушение. Илья Мэдисон, редактор портала Routube.ru, играет с 1996 года. Любимая игра – Metro. В играх больше всего ценят трэш и угар. Андрей Таринку. Игровой интернет-обозреватель. Играет с 1994 года. Любимая игра – GTA IV. В играх больше всего ценят графику и юмор. Итак, первой в руки наших геймеров уходила игрушка Sims 3 Ambitions. А теперь слово геймера. Вы будете смеяться, но как только я заговорил про Sims 3, в нашей студии начали роем виться мухи. Для любого геймера эта игра будет, я думаю, достойна. Даже если вы не любите эту игру или серию Sims, вам она понравится. Потому что Sims 3 – это Sims 3. И у нее все играли, и о ней плохо нельзя говорить. Меня очень бесит политика EA в этом плане выпускать сырую игру, в которой вообще ничего нельзя делать, кроме как лапать баб и делать тысячу детей. А потом выпускать сотни дополнений про домашних животных, клевые танцульки и работы, путешествия, еще много-много всего. Это же просто на лохах срубание бабок, почти как Алмаз Индиго с его смс-шоу. Вообще, мне кажется, что это очень неправильный подход к игре. Допустим, если человек работает чистящиком туалетов, его рабочий день не показывается. А при этом, как он, извините, тем же самым занимается дома, и как он делает так, чтобы туалет, извините, стал грязным, все это игроку показывается. Что за двойные стандарты? Что за кандализа Райс вообще? Sims 3 подойдет идеально, мне кажется, таджикским гастерам, которые ищут работу, но в нынешней ситуации кризис, и они не могут ее найти. Sims 3 карьера понравится большинству девушкам, потому что, я думаю, любой папа или мама, или брат, или дедушка, даже бабушка купят игру своей внучке или дочке. Юным геймерам я бы и советовать не стал, а то у них создастся превратные впечатления о жизни. Она, на самом деле, не состоит вся сквозь из мытья толчков, заказов пиццы и поездки на работу, где ты тоже будешь мыть толчки. Ребята, все гораздо лучше, на самом деле. Далее виртуалити. Как попасть на каторгу и почему красотка лупит всех кочергой. Второй игрой, попавшей под раздачу, стало приключение Венетика. Что на это скажут геймеры? Игра Венетика — это такое от третьего лица, и там в главной роли девушка. Девушка, которая машет всякими предметами длинными, продолговатыми. Единственный плюс этой игры, на мой взгляд, это все-таки, конечно, женщина, главная героиня, потому что мы давно женщин не видели, особенно с треугольными титьками. Мне особенно понравилось одно задание, когда надо раздобыть одежду себе, тебе дает это задание. Ну, вылитый просто Михаил Боярский, причем озвучен он примерно таким же голосом, как будто хочет блевать, говорит. Вот, озвучен тоже потрясающе в этой игре вообще все, что касается локализации, сделано на низшем уровне. Мне нужна новая одежда. Да ты и так прекрасно выглядишь! Вообще, это очень удивительная вещь, вот эта вот школа русской озвучки игр, такое ощущение, что актерам говорят «Друзья, мы должны были сегодня выступать на утреннике, но вместо этого мы будем озвучивать игру для детей». И все они говорят, я не знаю, с такими интонациями, как будто действительно они, блин, пришли на утренник, у них жесточайшее похмелье, но деньги платят, поэтому надо читать текст. И теперь ты заплатишь за них! Теперь она получила по заслугам. Я бы порекомендовал эту игру различным грузинам или боярскому непосредственно, потому что там у всех главных героев огромные шнобели, вы попадете как к себе домой, не знаю. Думаю, после этой игры вы никогда не будете по тиграм подобного плана, выкиньте их в помойку и будете поддерживать хорошие игры, в буквальном слове этого смысла. Посоветовать игру Венетика я могу всем, кто страдает бессонницей. Как правило, получасовые сеансы игры Венетика способны привить здоровый сон даже очень больному на голову человеку. Ну и напоследок мы выбрали шутер Singularity. Что же думают по этому поводу наши геймеры? Вообще эта игра отличная, такая развесистая, клюква, там все надписи, например, сделаны, не знаю, каким-то, видимо, выходцем из Советского Союза, который уже лет 40 как живет под землей в Америке и совершенно не соображает ничего. Я, честно говоря, ждал, что будет полное говно, а получилось практически полностью наоборот. Singularity похоже больше на Metro 2033 и BioShock, потому что там присутствует много моментов, которые присутствуют в Singularity. Рука, сворованная из BioShock, на самом деле мне не особо помогала. Не знаю почему, может, потому что она левая, а я все-таки привык больше обращаться справа и намного удобнее, на мой взгляд. Она ничем не выделяется, в ней нет чего-то такого уникального, чего мы в ней не видели. Просто такая, знаете ли, коллекция стыренных и заразных игр элементов очень делает Singularity цельной. Я посоветую эту игру всем, кому лень играть в BioShock 2, в BioShock 1, в Call of Life 2, в Fallout 3, в Quake 4. Я эту игру бы посоветовал людям, геймерам, которые играли в Metro 2033, а также в BioShock, потому что она очень похожа и даже в некоторых моментах похожа на Modern Warfare 2. Вы это заметите, когда поиграете, я думаю, она вам понравится. Игру Singularity я могу порекомендовать всем тем, кто скучает по Советскому Союзу и тем, кто любит неплохие шутеры, про которые ты забываешь через день после того, как их прошел. Смотрите в следующей программе. Нидзе рубят, нидзе крошат, нидзе режут все вокруг. Японские национальные забавы в Metal Gear Solid Rising. Наши фанаты Lineage 2 впереди Европы всей. Очередное обновление для игры появилось пока только в России. Gears of War 3, брутальное убийство, оторванный рукой. Жестокая правда о самом кровавом консольном шутере. Новые подробности футбольного симулятора номер один в мире. Чемпион России Сергей Семак. Реальный и виртуальный. Это и многое другое в следующем выпуске программы Virtuality. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова